Спасибо всем, что пришли. Давайте поаплодируем себе, потому что мы потратили время на то, чтобы прийти и получать новое знание. Я хотел бы немножко спросить, а кто из вас вообще в контент-разработчике? Давайте поднимем руки. Вот, отлично. А кто из вас пишет на React? Вот, хорошо. А кто из вас пишет на Angular? Отлично. А кто на BGS? О, за двоих сразу, да? Отлично, хорошо. Как вы думаете, что это? Логично. А что на низа, пожалуйста? Что? Да, правильно. А на стартовой площадке у нас ракета. Но это не просто ракета. Это ракета Сатурн-5. Это самое величественное и большое достижение человечества за всю его историю. Почему? Потому что до того, как вот это вот все влетело в космос, человек летал на довольно-таки невысокой высоте. Ну, максимум, там, самолет не настолько, на 4-5 тысяч метров будет лететь. Ну, там реактивный может на 10 будет летать. А это полетело очень далеко. На 350 тысяч километров. Даже 2 миллиона. Так вот. В этом году исполняется 50 лет, как оно полетело. И оно доставило людей в космос. И даже на Луну. В то место, где человек даже не мог там 100 лет назад додумать о том, что мы можем туда полететь. И я расскажу немножко сегодня по технологии Аполло, которая вам поможет GraphQL использовать на фронтенде. Но немножко, собственно, вообще кто это конь и чем я занимаюсь. Я организовываю... Я один из организаторов хайка фронтенде конференций. Да, я был в космосе, в принципе, был в Малуне. Вот это 100% фото, там, это есть. И я еще увлекаюсь созданием компьютерных игр. И я очень люблю дитя-черемашек. Это официальный логотип одного из модулей МКС. Это Афринес. Когда Мил Амстонг сказал вот эту вот фразу, о том, что это маленький шаг для человека и большой гигантский рывок для всего человечества, он имел бы до реликса. 100% реликса. Почему? Потому что... Почему я так считаю? Потому что до реликса... Ну, чем вы пользовались? Кто-то будет, чем пользовались до реликса? Такие слова, как Redbox, Baobab, может быть. Да, нет, нет. Ну, короче, наоборот. Кто как хотел, так и писал. И вообще зачем это нужно было? Для того, чтобы хранить состояние на фронте. Состояние нашего реактового приложения. И когда оно появилось, вы такие, вау, класс, там есть тайм-трейбл, там есть куча разных классных штук, это прям реально, это вообще суперски. Ну да. И примерно как люди себе представляли полет на Луну, так мы представляли, как Redbox будет работать со стороны. Схема довольно-таки простая. Знакомая схема. Да. Но со временем, как бы, это все дело усложнялось и усложнялось. И наша схема уже выглядела выглядеть немножко по-другому. А это было, буквально, там, не знаю, 2-3 года назад. А сейчас это примерно вот так. Да, здесь есть некоторые проблемы. Самая первая, я считаю, самая большая популярная проблема, это слишком много более плыд-куда. Я, честно вам признаюсь, я не люблю писать много плыд-куда. Я люблю вот тут бац-плац, и к шухону все классно бац, и дальше вот это за ручек. Мне, чтобы нужно красиво было, чтобы там формочки там софитились, и все такое. А еще, вот все, думаю, знакомы с этой картинкой, да, кривая вручения, тут у нас, конечно, брата упал, но, в принципе, про Redux можно сказать то же самое. Почему? Ну, вот, наверное, по вот этому. Вот мы создаем компанию, потом вызываем фейдж, потом добавляем новое поле в состояние, встает, потом добавляем новый экшен, для того, чтобы состояние обновлялось, добавляем новый санк-метод, который выполняет везер фейдж, затем добавляем состояние, используя наши новые везли. Давай еще один санк, наш компонент, используя Connect. Еще из Redux нужны данные, например, данные, используя Connect, определить фанк, увеличение данных в Pro, использовать в Pro. И, в общем, наконец-то присылать все это дело в дом. Это я к чему? К тому, что, по сути, мы хотим сделать вот это. Самое первое. А нам еще дают вот это. Возвращаем мы сюда. Или сюда. Вот. Вот приблизительно точно так же, как и ракета Saturn V. Она была вот такая большая, 150 метров в высоту. Оцените, какой у нее хвост большой. И вот где-то вот там, маленькая, полюсенькая капсулка, в которой летят три человека. Это наш, я и компания. Зачем? Давайте немножко вернемся на Землю. Это как раз люди с космоса вернулись на Землю и все такое. И немножко вспомним граф Кейл, который вот только что Ваня говорил. Буквально вот такой запрос граф Кейл и вот такой получай, так, чтобы просто освежить у вас память. И дальше мы поговорим уже конкретно по технологии Аполло. Просто красиво. Я просто освещаюсь. Я просто еще увлекаюсь астрофизикой, астрономией, квантомеханикой и космосом. Я обожаю такие токи. И поговорим о структуре Аполло-клиента. Он состоит из Аполло-кэша, который, собственно, стейтом занимается. У него есть квери, которые отвечают на запросы на чтение, мотейшн, за запросы на запись, резонты, то, что нужно делать, когда происходит квери-мотейшн. И тайп-дэкс это просто добавляет реализацию. Никакой связи здесь у нас нет. То есть просто о том, что они у нас есть. И немножечко поподробнее. Это все дело очень легко саписом. Мы оборачиваем наш компонент в провайдер, так как мы это делали с вербексом, и пробрасываем туда клиента. Клиент у нас очень простой. Мы создадим линк, и мы создадим кэши. И поподробнее о InMemory кэши. InMemory кэши это как раз та штока, которая отвечает у вас за хранение состояния. Она сразу нормализует данные перед сохранением, разбивает их на объекты и хранит их в плоской структуре. И примерно вот так вот это выглядит. Вот в каком он состоянии. Это все просто? Просто. И то есть наша полу-квилет это есть наша стора. У нее есть все ответы от всех квэй, все данные о совершенных нутеришеных квэй, и в принципе те данные, которые мы сами туда можем записать. Почти далеки к этому. Практически. Нам осталось только разобрать, как же это использовать на стороне внутренней. На стороне, в данном случае реактора предложения, мы импортим специальный квэй-компонент. Прямо в компоненте пишем те данные, которые нам нужно получить для этого компонента. И просто их пробрасываем, оборачиваем наш компонент в этот квэй. Он использует паттерн enterprox, и собственно говоря, здесь мы получаем квэй и можем использовать их в компоненте и попрасывать, например, дальше в дерево компонента. Просто. Просто. Apollo Cache это по сути наш State Manager. Все данные в нем содержатся в виде ключ-значения, и от каких вещей мы избавляемся. Немножко сравнения с реакцией. У Apollo Cache есть встроенная типизация. Здесь нет. Кеширование запросов, есть. Здесь нет. Нормализация из коробки сразу. Нет. Кеширование вызвано операцией. Мунифицировано. Вредоксе нет. Здесь все настраивается руками. Почему это плохо? Как вы думаете? Ну, у меня есть такой вариант, что мы используем, мы начинаем тянуть, во-первых, с того, не берете тех проектов. И у нас проект разрастается все больше и больше. Оно у нас все неконсистентно. Оно лишено устроенной типизации. И не дай бог, если вдруг мы что-то из этого захотим реализовать сами. Это очень сложно поддерживать, и где-то мы можем совершить ошибку. в принципе, здесь, думаю, все понятно. Да, я считаю, что Apollo Cache это хорошая, сложенная машина, которая поможет нам решать очень много задач и испыляет кучи проблем. И все, мы прилетели на луну. Можем насладиться видом, отдохнуть и отправиться вправу. но есть одна точка в дегтябре. Плава, это ложь ребенок, конечно, да. Точно так же, как и лунный модуль требовал модуль, который вращался вокруг луны, для того, чтобы добраться задохнуть. Точно так же и в Apollo Client он завязан на GraphQL. К сожалению, вы не сможете его использовать, если у вас нет GraphQL на сетку. Поэтому что? Переходим на GraphQL. Будет вам польза и на бэк-энде, и на бут-энде. GraphQL на правую заставку. Да, конечно, сказали. Да. Ну, варень, конечно, что-то не прошу и заставку. Можно. Вот. И мы можем теперь в чем суть в обед-энде-вот-энде-вот-энде-вот-энде. В том, что вы задумались, а не делайте вымешние движения. А можно ли как-то сделать проще? И если вы уже используете GraphQL на бэк-энде, то можете еще и упростить работу на футбете. Вопрос. Да, сразу первый вопрос. Да, американцы, вы думаете? Сейчас, играли на футбете. Сумма. Сумма. Спустится на маршрутку вопроса. На самом деле, масса. Я призываю, если вопроса масса, задать какой-нибудь один важный, а потом мы можем обсудить и дальше все, вон, в мире. Мне почему-то кажется, что это не избавляет нас от всяких видовар, типа танков, саги. То есть, по сути, это просто формирование запросов, получение ответов. Но в любом случае... Почему не избавляет? Но если у нас есть какая-то красная бизнес-логика? Конечно. Бизнес-логику приложения мы можем все так же хранить в предысе. Но то, что касается запросов и обмена данных между компонентами, мы можем избежать это все хранения в сторону. То есть, там, где мы пишем компонент, там мы пишем сразу эти данные, которые мы хотим получить с пакетом. как-то быть. Ябленно. Если бизнес-логика, например, что-то отвечает за авторизацию, то, конечно же, это можно использовать в редуксе. Но можно на самом деле это использовать, и использовать для этого не редукс. Можно использовать, например, сейчас в реакте хорошая появилась контекстная API. Ну, у них немного разные. Суть в чем? Суть в том, что получается оно выглядит очень красиво, как когда открываешь гайки по реакту, например, как выучить реакты, тебе показывают Calloworld, в котором все прекрасно и очень просто, а когда это на практике, в каком-то реальном проекте. Я сейчас могу рассказать про свой реальный проект. Значит, у нас очень много есть разных токен-сервисов, которые написаны 10-15 на Java, которые работают и все хорошо. Для них написали репокет приложение, маленькое прокси, которое дергает с них данные и отправляет естественно, все в графе или на контент. Первые 3-4 месяца мы используем для этого репокс. Но мы там очень используем статические дефисы, мы еще 100% все покрываем тестами, это все очень нужно, это очень важно для нашего приложения. И когда мы видим, открываем бабочку с проектом и видим, сколько всего мы написали для того, чтобы хранить данные в редаксе, мы понимаем, что шоттам слишком много более кодов пишем. А можно ли как-то упростить? С этим я согласен. Те же самые экшены, допустим, в них можно реагировать по-разному. Даже не знаю, как это так сформулировать. Редакция нас не решает, а все равно нужно будет использовать это и то. Конечно, но данные, которые вы можете использовать, вы можете там не хранить. То есть, опять-таки, мы не избавляемся полностью от редакса, от экшенов, от... Но вы можете это минимизировать. Либо использовать что-то другое, например, можно использовать церебролог шпес, например. Почему не добиваться? В общем, надо пробовать. Конечно, конечно, это стоит попробовать в любом случае. В любом случае вы приобретете опыт. Я так понимаю, в любом случае вы это использовали редакции танки, и... Ну, этот весь флоу понятен при переходе и начале использования вот этого флоу, с чем сталкивались в плане минимума. Слишком много более будет кода, и слишком большая была взаимосвязь между компонентами, очень тяжело было обслеживать. У нас очень много компонентов, которые получают разные данные. Очень тяжело хранить представление в голове, как это должно быть стоить. А так ты открываешь компонентом, видишь запрос, видишь сам компонент. Все логично поделать логично. И банальный элемент. То есть это запрос формируется внутри и он работает в компоненте по сути есть идея запрос, где правильно? Вот. Это те даты, которые нам нужны в этом компоненте. А, то есть они именно будут делать? Конечно. Можно вводить два выжить, можно здесь. Это не редакция ? Да, это вообще никак редакция реагирует. А если эти данные нужно строить, то есть реально хранить, они используются несколькими компонентами, несколькими компонентами, реагируют в некие изменения. У нас есть кэш. Если я как раз рассказывал про кэш, то есть кэш видит, что эти данные у нас есть вополок кэш, то мы запросы не происходим. Если провести аналогию, типа стейк-то фаус. Да. Да. Спасибо. за доклад. Такой вопрос. Например, проект уже имеет сцепь менеджмент, редакция, и появляется полок кэш. То есть данные приняты там, и там. Это нормально? Нет. Что с этим делать? Что с этим делать? Мигрируя потихоньку. то есть, ну, мне, допустим... Ну, смотри, миграция, она очень простая миграция. Если у вас есть где-то вот этот вот запрос, но вы еще используете экшены, редюсеры, цанги, саги, да вы просто берете вот этот запрос и запихиваете его в компанию и отправляете через вы. Все. Ну, допустим, у меня осталась часть REST API, а часть есть надавки и я не смогу себя заснуть по полакашу. И не смог. Конечно, сможете, потому что у нас там есть шелушевая штура такая, которая называется Apollo Link не смогу Спасибо. Спасибо, Влад. Я рассказал, в принципе, как Apollo решает проблемы Redux. Что, например, с Angular, где тоже Redux можно делать? Еще раз. Ну, какие проблемы Apollo можно решить для Angular? То есть, какие преимущества, кроме кэша? В Angular я бы использовал нечисто, Apollo клиент, я бы использовал вообще-то nest.js. Так, стоп, nest. Nest. Ну, nest. бэкэн. Особо не знаю. Ну, нет. Ну, вообще, да, для бэкэнда я бы использовал nest.js, а не Apollo. Просто в этой реализации здесь вам нужен и Apollo 7. А там используют только nest.js и все. Но, фактически, вот эта вот схема остается точно такой же. у нас есть компонент, у нас есть данная. Но вообще, я бы, конечно, в Angular не пользовался Redux. у него там есть как бы свой стендершн, что есть, но у него же свой DI по сути есть, который позволяет в середакции все заделать. Конечно, как бы... Я считаю, что Redux тянуть в нуля, ну, так, мы там живем живем. А зачем? А может... Ну, надо подумать просто. Чем вас не устраивает flow, который преподает на друга? Здорово. Думать не надо. Ну, конечно. Всегда, перед тем, как делать, можно сначала подумать. Просто... Вы... Да. Это очевидно. Но для того, что просто знаете, у вас куча проблем на то. А не так, как мы в 4 месяцах реальных приемов, а как же просто стало светодиодом? Спасибо. Пожалуйста. Еще? Да. И раньше на тему редакции. Если... Тут у нас дискуссия уже получилась. Давайте. У нас в случае просто интересный день как-то. И он тоже хочет... Я расстраиваю быстро. Мы не можем общаться в полус удовольствии от редакции речи. А вот таких штурм, как я понял, как мы уже не предоставляем полного круто. как такового. И поэтому для того же тегетку можно использовать. Для хост или патч подобных вещей каких-то, я так понимаю, мы еще не можем полностью... У нас есть нутейшн. Ваня, ты рассказывай. Ну, нутейшн. Да. Ну, по мастер-мутейшн мы можем что-то делать с данным. А поскольку там кишируется и там, и там, то мы не будем дублировать. На запрос. Получается, возник вопрос мне показалось, что он то ли нестабилен, то ли есть вопрос. Нет, там оказалось. Оказалось? Да. Привет. Вопрос по Apollo кэшу. То есть, его можно как-то чистить? Или когда он чистится сам? То есть, если в редакции мы, например, можем почистить стейд в любой момент метод любого экшена, то в Apollo, если у нас там произошло уже какое-то количество разных запросов, да, там на разные поинты, ну, там, то в какой момент тут чистится, да, и как его можно самому почистить? А вот это я не отвечу. Я не задавал стейкро, просто честно. У них нет еще 2.4 кодектора, они собирались это релизить в следующий версий. Да, да. Поэтому, вовремя с тем, что вы запрашиваете много талками, я не могу вложить в кэш, а вы его потом персистите, это будет проблем. Ага. Ну, это хорошее. Спасибо. Ну, тем не менее, они пофиксы. Все, мне еще нравится Apollo клеет, они очень и очень часто выкатывают новой версии, не очень большой комьюнити, очень классная документация. Вот по документации это прям вообще выкатывают новой версии. Спасибо. Спасибо.